раки я вас приветствую давайте посмотрим кармические уроки этого коридора затмений для вас настраивайтесь на себя посылайте свою энергию и посмотрим что у вас там за период идет такой итак основной кармический урок этого периода затмений этого коридор очка дальше ваша задача в контексте этого урока и ключевое качество которое нужно развить ну что готовы пойдем час от часу не легче хочется сказать так на что раки задача этого периода затмений коридора встретиться со своими страхами и переживаниями тревогами если не со всеми то с одним каким-то очень главным обязательным тот который знаете вот вам сейчас всю воду мутит на который не дает как-то выдохнуть который не дает расправить плечи то о чем вы постоянно в голове крутите то чего у вас немножечко возможно как-то плохенько становится начинать что-то там продумывать придумывать и все хуже 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 да и выхода как-то не видно и вы понимаете что лучше я тогда вообще об этом думать не буду и получается такое своего рода избегания в этой сфере возможно также встреча лицом к лицу с иллюзиями в которых вы пребывали до на и вот здесь тот момент когда у вас снимутся очки на вот эти розовые вы поймете что оказывается вы до этого что-то до конца не видели что-то не понимали да и вот сейчас она скажем так под другим светом становится ясным и ох ты ж божечки что же она высветляет да то есть здесь такое возможно опять же какие-то глубинные как интуитивные вопросы если кто-то занимается эзотерикой магии да здесь вот с этим очень сильно связано про то чтобы полностью нырнуть в этого сюда пустить силу по венам по живым полностью скажем так соприкоснуться со всем этим миром непонятным дам очень много всего поэтому давайте немножечко уточним про что это давайте так раки вот то что я последняя говорила да про какие-то интуитивные знания там понимание возможно каналы и так далее вот этот мир непонятный эзотерически да он очень может быть поэтому смотрите если для вас актуально это да еще про что здесь здесь знаете про страх ну или тревогу того что все сбудется все случится так как я хочу и и вот этот вот страх то вот этого успеха на того что вот она так получается а как же там какие-то преграды возможно да и вот здесь вы можете сами вписываться в такие ситуации на которые вам вставляется в палки в колеса мучит вообще все что вы изначально задумывали все что все как она вот складывалась да то есть словно своими же руками себе делайте какую-то хрень а потом за счет этого начинаете вот эту мозговую жвачку туда-сюда до гонять именно то что вот мы я же знала но я же так и думала но вот это вот но вот она же не может быть так просто да и вот это вот все по кругу по кругу по кругу мы будем здесь я бы сказал вот эти вот два таких очень ярких момента да поэтому если это про вас смотрите дальше обязательно итак какой вот ваша задача в контексте этого урока из про то что вы в чем-то себя боитесь сознаться вот раки серьезно здесь даже может быть то что вы не в принципе понимаете о чем но вот просмотреть туда очень страшненько потому что как только вы скажете признаете вот она все будет по-другому поэтому сейчас вы туда прям совсем не смотрится такой знаете избегание тотальной честности с собой и поэтому у вас по-новому ничего не получается да поэтому вы зависаете вот этих своих продолжительных вот этих мусоли не надо давайте посмотрим про что да где знаете может быть где знаете может быть про то что для того чтобы добиваться своей мечты до что получать вот то что я хочу чтобы у меня чтобы со мной случалось то что я хочу мне нужно занимать более какую-то активную позицию где-то что-то прояснять с кем-то не идти на контакт где-то знаете заведомо знать что да я проиграю но я все равно иду я все равно вот если я выбрала путь да то я прям ему следую и вот это возможно может вас тормозить именно потому что вы не готовы каким-то активным действием вы не готовы действительно знаете как-то побороться за то чего вы хотите и с одной стороны то не мир жестокий да там и не дает вам то что вы хотите а то что вы не готовы брать то что вы хотите потому что для того чтобы брать нужно немножко другие качества проявлять а у нас там была вот это вот кубковая королева да которая вся такая прекрасная плавающая скажем так чувствующая до мягенькая такая текучая а здесь оказывается нужно быть королем жертвы здесь оказывается нужно активно все это делать а я-то думала что юбку в полное дело и все сама сбылось я же конечно утрирую да ничего не имею против юбок в полно сразу скажу раке сама очень люблю нашу но здесь вообще свое состояние должно быть только благость благостью а если ты чего-то хочешь иди и делай да иди добивайся иди от чего-то отказывайся с чем-то прощайся а здесь получается что вот это понимание что только со знаком плюс может сбываться мечта оказывается что вы не стоит другой путь и вот к этому другому вы не готовы здесь всевозможные знаете у вас есть свои какие-то вот эти вот ожидания того как точно должно быть и если она так не происходит вот у вас сразу начинается у ой 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 что-то не то окей давайте посмотрим ключевое качество которое вам нужно развить интересненько я бы назвала это способность рефлексировать останавливаться через какое-то время то есть вы к чему-то идете к чему-то стремитесь что-то делаете и через какое-то время останавливаться для какой-то сверки но не с какими-то другими людьми именно с собой а туда ли я иду а то ли я делаю а то ли у меня получается а результаты которые у меня получается это но они меня вообще приближают туда куда я хочу идти или нет а я вот вообще что что делаю то вообще что я делаю выводы я какие-то делаю я расту как-то или нет то есть вот это качество саморефлексии на она здесь очень важно на она же вышла поглядеть все равно нужно действовать раки все равно нужно брать все свои силы все равно нужно действительно здесь с одной стороны маг который очень деятельный на который не только там в голове что-то себе рисует и придумывает да не только менталом занимается но и руками в том числе да то есть у него все задействовано абсолютно и тот же жезловый который придумал и пошел сделал мете здесь именно этот навык рефлексии на это про то что я вижу что со мной происходит я вижу какие результаты происходят и я понимаю что мне дальше нужно делать даже если у меня сейчас что-то не удалось не вышло не получилось я принимаю это но понятное дело не с первого раза все происходит я делаю своего рода какую-то там работа над ошибками да я продумываю новую стратегию я двигаюсь в эту новую стратегию но я не сворачиваю с пути я все равно стою на своем я понимаю где мне хорошо с кем мне хорошо как мне хорошо и так далее я дальше поэтому иду здесь я бы сказала знаете вам вот этот коридор затмений подсвечивает более активную жизнь более проявленную жизнь более знаете такое вообще понимание своего намерения не то что просто мечты прям про намерение намерение это когда может что-то делаем прям конкретно не просто карту желание создаем да а идем что делаем поэтому раки вот такой вот вам коридорчик ставьте лайки пишите комментарии насколько у вас все проигрывается отыгрывается кто еще не подписан на канал взят на подписывайтесь также у меня есть телеграм-канал ссылочка есть в описании и кому нужен персональный расклад на эту тему или на какую-то более другую актуальную тему мои контакты также есть в описании связывайтесь со мной до новых встреч пока пока